всем привет это итоги недели с татьяной поповой и сегодня мы будем подводить с романом цимбалюком журналистом агентства униан в москве привет роман привет татьяна рад тебя видеть мы обсудим самые яркие события этой недели которая конечно была очень богата на интересные международные мероприятия и кстати если вы не подписались на канал романа или на мой канал обязательно это сделать рома первый вопрос ну как тебе беседа байдена с путиным это перезагрузка 30 это ничего ничего не решила или там конец войне какое твое мнение ну давай все-таки начнем с того что надо подписаться на твой канал тоже потому что мы все вместе развиваем украинский youtube и мне кажется чем больше будет зрителей у каналов с про украинской позиции тем лучше нам всем что касается байдена и путина тут вопрос такой что мне надо переоценивать значение этих переговоров и перед кстати снижать значение тоже не надо ну просто давай попробуем разобраться мне кажется главный ключевой момент он заключается в том что обычно после таких мероприятий на россияне немножечко урезониваются они начинают анализировать пакет санкции которые они могут получить есть еще какие-то очевидно договоренности про которые мы не говорили но смысл в чем смысл ключевой он за как раз заключается в том что байден же по скрепам прошелся говорила великая действенная войне и говорил о жертвах потому что нельзя это снова допустить и так далее так далее а главная тема это украина то есть если нашим американским друзьям удалось зафиксировать сегодняшний статус-хво а очевидно это так то но уже неплохо так что смотрим готовимся я убежден что ключевой момент в этой всей истории это не американская позиция позиция украинского народа и украины и действия украинской армии и вот я искренне убежден и у меня нет вообще ни одного сомнения что российская федерация кремль путин не знаю там орки-неорки боевые буряты тем кому дома не сидится кому надо заплатить за ипотеку кто хочет поехать в украинские города потому что там есть канализация в отличие от их населенных пунктов всем этим людям разных взглядов и так далее им и нас не сдвинуть вот наша страна и мы будем защищать поэтому дипломаты в таких ситуациях говорят сохраняем осторожные оптимизмы но это да но с другой стороны посмотри как интересно начало поворачиваться дело что спасибо путину за это но он актуализировал процесс обсуждения вступление украины в нато в европейский союз до этого же как-то наши западные партнеры не спешили вас туда принимать и программы велись форма ровно они пока как-то и тоже еще нас не обе не объявили членом нато честно давай скажем ну не объявили но до этого разговоров не было не было даже разговоров на эту тему и тут приходит и ров они даже продан про донбасс же все забыли а у меня за последнюю неделю и бисенью sky news таня помоги нам нужно срочно попасть в окопы быстро организуй нам там помощь какой я уже сто лет не за министра что помогла в конечном итоге люди попали в окопы как они хотели но раньше же этого не было этого не было последние несколько лет так я тебе об этом и говорю то есть получается тут ни с того ни сего мы живем своей жизнью до без крыма без донбасса нам это болит но тем не менее жизнь продолжается и тут выходит владимир путин и говорит а ну-ка дайте мне гарантию не вступление украины в нато и тут все такие подождите украина до письменную украина в данном родине собираем и не собираемся не вступать в нато то что они к нам приживаются ну так опять же спасибо вам это же вы сделали что украина начала прижиматься к нато это же вопрос в чем если тебя кто-то есть кто-то сильнее в дворе то тебе нужно просто сделать калька лицу чтобы с кем-то у кого есть возможность ответить это правило двора я думаю правило питерского двора на международную политику очень хорошо вложиться ну по крайней мере потому что эти правила принес владимир путин ну и вот и сейчас что мы имеем ты посмотри вот им грозят снова санкциями как экономические меры и другие официальный релиз еще говорят что американцев нет чувства юмора но слушай там оппоненты байдена и даже там пьянковский тоже да они говорят о том что вот смотрите как было то на самом деле против россии собирались ввести санкции по другим вопросам тут они побряцали оружием возле украина им сказали окей 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 мы пока не вводим санкции если вы не нападете на украину а вот если да то вот тогда совсем все отключим от свифта от чуть ли не с долларом какая-то будет тоже напряженка у россии и но не по факту это же такой в это вот питерский двор это шантаж такого пахана питерского раз всей международной политики которая до этого привыкла делать все в белых перчатках более-менее а им приходится играть получается пахан переигрывает вот этих джентльменов в перчатках не так кажется но я с тобой не раз таки не соглашусь то есть я не делизирую западный мир видишь с северным потоком давал вот эти вот санкции которые были которые кто сказал что эти санкции остановили бы проект я вот не убежден на этом он построен и есть же еще наверняка договоренность немца с американцами по трубе что немцы и утром устроили не просто так она им нужна они в себя воткнули прямо гаспром строил немцам трубу не просто так в компанию north stream аг-2 входит и европейские компании поэтому достроили за российские деньги но западный бизнес или часть западного бизнеса в этом очень и очень заинтересован поэтому то все сложнее но давай так в сухом остатке что мы получили вот чтобы разобраться за рада или не за который тут не может быть все или так или так тут всегда миллион оттенков но тем не менее поддержка запада колоссальная такого давно не было все четкая позиция сша и европейского союза по украине нам увеличили военную помощь на 50 миллионов так сходу я не говорю что зрада я говорю что мало а ну слушай конечно мало в идеале было чтобы произошло чудо и украинские натовские солдаты вот уже сейчас нагнали по московскому московскому нет по крымскому по крымскому мосту на российских захватчиков мы с тобой стояли перед заходом на этот мост плакатом русские идите домой водки нет но это идеальная картина мира но мы живем в реалиях поэтому понимаешь если западу байден удалось чуть-чуть урезонить путина это уже хорошо время играет на нас а для нас самое главное все-таки отсутствие эра российского военного вторжения мы можем сколько угодно говорить о том что российских захватчиков будет армия нашего уничтожать но на войне погибают люди с двух сторон это закон какой я за наших парней переживаю поэтому все кто могут этого не допустить они должны прикладывать усилия вот считаю что наши с тобой беседа так как раз маленькая крупица в этом направлении понятно там еще кстати есть утвердил помощь вооруженным силам украины грузии молдовы кстати ты же помнишь они в четырнадцатом году говорили не 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 летальное оружие украине нет что вы ни в коем случае а почему они сейчас по-другому действует как ты считаешь по моему все просто нам прямым кексом говорят что ребята у нас такая ситуация что мы не можем объяснить своим обществом почему мы должны отправлять своих солдатам на вас защищать потому что вас защищать это это опасно это война и любое правительство западная но в случае гибели солдат своей армии на украино-российской войне станет вопрос а что ну а что они там делают поэтому понимая здравый смысл и логику не говорят что ребята брать будете сами но мы вам поможем чем сможем а на самом-то деле этот пакет помощью сдерживающий он очень большой вот это вот угроза санкции это россиян сильно отрезает потому что я вот сам полу даже с тобой об этом говорили я вот помню в четырнадцатом году в мае месяце когда там как раз и были разговоры на тему взятия мариуполя еще что-то когда прижат прилетал президент швейцарии и на переговоры с путиным и насколько я понимаю не просто выбрали ультиматум запад как раз и про свист и все остальное всех это тоже останавливает поэтому здесь идет именно про военную помощь не так не так вот я же тебе об этом и сказал то есть и понимая что украинская армия будет воевать сама что они делают значит вам надо чего вас нам не хватает чего не хватает мы вам будем помогать и слава богу это уже неплохо можно считать что это успехи и украинской дипломатии потому что наши же послы и представители украины за границей они что-то просто не первый год раз она сдвинулась сдвинулась уже в европе то есть до этого у нас были четкие договоренности турция великобритания вы конечно за что сша а теперь европейский союз в общем начала смотреть на эту ситуацию по и мне кажется что мы иногда может быть и злоупотребляли вот этим термином что мы стоим на стражах европейского союза народ когда понял что будет если начнется вот такого вот это кровавая баня это бойня а это будет именно так чем это грозит европейскому союзу потому что беженцы ну война же это ужас поэтому логика западного мира она абсолютно абсолютно правильная то есть они создают помогают нам создать условия чтобы для путина возможные потери от войны с нами были неприемлемыми вот и все и это это гарантия того что нет ну будут тихонечко себя вести какое-то время назад ужинала с тремя министрами иностранных дел стран я бенилюкса они как-то так ой война это вообще не про нас там но полгода назад было я говорю ну как не про вас вывод конкретного бельгия сколько готова миллионов украинских беженцев принять и они так в смысле я говорю ну как но вы понимаете ну война это когда стреляют людям куда-то нужно им где-то надо жить да там на нас на востоке у нас много людей живет да и уже нужно будет куда-то отправлять да ну вот соответственно сколько вы готовы приятия не таком и так об этом не думали ну подумайте почему вы еще говорить мы не хотим по но тогда они говорили мы не хотим военным образом помогать ну не хотите тогда будьте готовы и они конечно мне кажется вот постепенно постепенно они немножко пришли я как раз об этом я помню как это вот все еще полгода назад когда люди говорили не 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 мы вообще ни при чем что значит ни при чем мы живем на расстоянии на одном кабине там пару тысяч километров и все и уже вот и вы видите что происходит например на границе белоруссии и польши да и понимаете чем это может закончиться если здесь начнется жесткое противостояние смотри еще один миллиард утвердил лондон для украины вообще лондон кстати ты заметил он в этот вот как там в последние несколько лет он начал помогать даже по словам но на словах на заявление гораздо больше чем соединенные штаты ты заметил заметил и на великобританию выход из европейского союза с хорошо подействовал папа подействовал хорошо то есть они пытаются быть заметными игроком на международной арене и слава богу в принципе я считаю что придет время мы заменим эту прекрасную страну которая не захотела быть членом ясно они же все-таки остров их понять можно у них своя история свой подход к жизни мы заменим их в этом прекрасном объединении я думала ты про барбадос который вышел из британского содружества дано вряд ли мы конечно можем занять место барбадоса на место великобритании в европейском союзе я с тобой абсолютно согласна но я просто к тому что лондон реально миллиардом на постройку причем это же в основном военные какие-то там базы военное оборудование базы кораблей которые там на юге строятся да то есть видишь они сейчас очень активные и активно участвует именно в военной части что неудивительно учитывая что их подпись стоит подбит будапештским меморандумом и люди пытаются дождаться заметь что про будапештский меморандум забыли только россияне вот мы смотрим на документ подписанный байденами и зеленским то американская сторона как раз вспоминает что они чувствуют свою ответственность за происходящие на этой земле поэтому слушай я не не знаю может быть владимир владимирович американские шпионы или украинский шпион но он все делает для того чтобы украина стала стопроцентным стопроцентной частью запада то есть я для себя давно понял что украина стала западом но сейчас они еще этот тезис объясняют не только украинцам но еще и нашим западным партнером это очень удивительно потому что вот качаем угроза войны она конечно отрезвляет даже такие самые самые мягкие мозги которые хотят ничего негативного в себя не впускать ну вот тут приходят и начинают дымить танками на границе украины горе-то плачет говорит что это же все выбросы что же вы делаете прекратите а я думаю горит они плач палач громче потому что то что они гудят конечно плохо но если они еще начнут стрелять а у нас ну ты же знаешь что спустя сколько лет после оккупации впервые оккупационные власти россии допустили на донбассом инспектора магатэ а у нас развитая промышленность у нас масса всяких вредных производств нельзя вести войну тут ее просто нельзя вести потому что будет хана всем ты же знаешь что вот после того как россияне захватили там в луганской области не позатапливали шахты перестали откачивать воду вода подземные воды набрались тяжелых металлов радиации и этого через реки она по в том числе попадает куда на территорию россии слушай учитывая что в россии насилуют швабрами я думаю что последняя что их сильно так беспокоит я кстати давай перейдем к хронике репрессий арестов у меня кстати на канале интервью с осечкиным я тебе честно скажу я на 15 минуте у меня волосы стали дыбом там на 30 минуте менять не отошнило когда он начал рассказывать про эти изнасилования в тюрьмах я не смогла даже отсмотреть то видео которое вывезли из тюрем это пришлось делать моему сотруднику миша и миша через полдня попросился уехать домой потому что ему стало плохо и потом те сообщения которые он присылал мне там типа это я не могу поставить а это вообще жесть и ну представляешь да то есть человек который сказал да я мальчик я типа все я все сделаю татьяна не переживая и вот он даже не смог ну ему стало плохо поэтому там конечно все ужасно но кроме того что да да а нацисты в украине да смотри давайте поговорим о том что по как бы скажем с точки зрения проявления в сми происходит значит у нас есть по россии тор заявилась о блокировке основного сайта роскомнадзором то есть теперь еще нельзя будет заходить через эти аноним ну как минимум один анонимайзер кроме того дума приняла в третьем чтении поправки к закону о полиции которая позволяет полицейским заходить во внутрь условно говоря помещений без санкций получает ряд полномочий имеющихся у росгвардии и так далее ну и еще такое интересное что он признал законном положении указа президента которые позволяют засекречивать имена причастных к большому террору сотрудников нквд который уже давно умерли все эти сотрудники нквд вот что тебе говорит такие все эти три три события быстро ну что время поздравить россиян и одновременно посочувствовать и вы выиграли приз и возможность покататься на машине времени и все эти действия которые принимаются и заметь это все начал активизировать с безумной скоростью как мы пошли на запад они соответственно начали закрываться от всего мира как раз после вторжения в украину когда пересекли красные линии российские солдаты и владимир владимирович путин лично красные линии государственных границ что теперь будет ну давайте-ка подумаем если засекречивают информацию о людях которые расстреливал граждан своей страны тридцать седьмом году это значит они собираются расстреливать сейчас вот я об этом и говорю что это не самая хорошая новость для граждан россии и вам с этим жить потому что мы еще раз как ни странно мы же отбились уже да с потерями но мы отбились да нам грозят да у нас тут куча проблем дураков там я не знаю дороги не все отремонтированы но многие но дураки все таки это ключевой момент но у нас свой дом на свое право у нас свой флаг а гражданам россии я мне кажется это им ничего хорошего не сулит поэтому очевидно этот тренд будет продолжаться на закручивание гаек и так далее тридцать седьмой год только с диджиталом и новой полиции которая будет точно в доме но теперь они будут вламываться при дворе с qr-кодом по qr-коду точнее и при а по и при этом у них будет полная информация потому что все люди заставляют цифровые следы у них там почты и так далее мне очень удивило и поразило сравнение когда перед встречей путина и байна на российские пропагандиста ничтожим на не размышляли а что не на могут сделать про пакет санкций ну там такие забавные штуки могут отрубить операционные системы apple и android и смеялись им очень понравилось ну тогда будем пользоваться кнопочными телефонами можно еще стоп трубки вернуть на улице помню вот но среди прочего там был такой момент что если вы против нас ведут санкции тогда мы расправимся с либера либеральная часть общества россии она перестанет существовать это о чем идет речь но а репрессиях же граждан россии но и и дальше размышляю о таких исторических категориях люди приходят к выводу что россия вернется к тридцатым годам организации общества прошло прошлого столетия это как раз то что ты говоришь и они это говорят и я нею так улыбаются потому что пятую колону они хотят что-то истребитель еще что-то но даже есть репрессии и это мне кажется в современном мире если ты хочешь быть успешным государством которому тянутся другие нужны другие методы убеждения что ты лучше короче получается что то что они устроили в донецке эти вот принцип донецкого подвала он возвращается в россию эти вот ужасы про швабры это же я не знаю что там было первично извини я тебя перебью тут а я после того как я поговорила с осечки нам я еще поговорила с оси и вам который в донецкой изоляции сидел и я их связала даже в итоге потому что судя по всему курировали это осечкин говорит это какой-то отдел фсб я забыла там его букву которые занимаются вот внутренними разработками до пыточный отдел условно говоря и по моему эти же люди курировали то что делалось в изоляции в донецке потому что она одинаково рома ну вот так я тебе об этом не говорю чтобы получается что этот экспортная модель российская она пошла на экспорт или она из донецкой вернулась уже туда то есть вообще просто это страшно все звучит наверно об этих вещах надо говорить потому что когда кто-то спросит от чего нас защищает украинская армия вот от этого конечные флаги от этого потому что там где начинается российская юрисдикция там ну защищенных людей немного да кстати дмитрий медведев вручил портбилета и денису пушилину леониду пасечнику как тебе внутренний украинский конфликт теперь выглядит а он он всегда был настолько внутренним таким внутренним что просто он такой внутренний конфликт вот настолько внутри что байден и путин обсуждали этот внутренний конфликт обсуждали часть донецкой лагерии луганской области в этом внутреннем конфликте просто видишь наши российские соседи, они же на самом-то деле никогда ничего не скрывали. От мира они не прячутся давно. Вот, а в четырнадцатом году было. Хотя Путин, отвечая на мои вопросы, он же говорил, что я, как главнокомандующий, несу ответственность за действия российских воен. Мне недавно россияне спрашивали «Рома, ты что там, клоун на этих пресс-конференциях?» Я говорю, а для вас не новость? Разве когда президент вашей страны говорит, что мы отправляли людей решать военные вопросы на Донбасс? И я, как главнокомандующий, несу ответственность за российских военных. Мне кажется, здесь есть новость. То, что ну, то есть так? Ну, то есть они, в принципе, признают в целом, а они признают только на каких-то международных, на ОБСЕ они сидят, и говорят, украинцы пытают, или там украинцы убивают детей Донбасса, сидят на ОБСЕ. Нет, они просто, позиция такая, мы будем стрелять, мы будем воевать, но мы ничего не будем подписывать в данном случае. Вот есть оккупационная администрация, и все. Просто вот если вернуться к этим двум персонажам, про которых ты вспомнила, Медведев вручил им портбилеты Единой России вместе с другими губернаторами Российской Федерации. А, еще и с губернаторами вместе. Конечно, да. Это было очень прекрасно. То есть, сейчас вот они уже заговорили, что Россия признает эти республики оккупационной администрацией. И вот многие думают, наверное, вот в Украине, блин, все, что же, что же, страх и ужас. Но, по сути, это уже произошло. Понимаешь, де-факто они, это все давно, они переваривают этот регион, переваривают, вымывают оттуда, выгоняют людей, делают его, там остаются только те, кто которые ни при каких обстоятельствах не скажут нет. Все, да, вот российская действительность. Потому что Россия разная. Видишь, я всегда такую вот параллель провожу, что Россия местами это постиндустриальное общество, там, суперинформационные технологии и так далее, как, допустим, если мы говорим о Москве. Ну и феодальные регионы тоже есть, которые живут в режиме феодализма. А это вот как раз зародыш феодализма, то, что они там устроили. Я не уверен, что все остальные в Украине нужно повторять. Я думаю, что феодализм для ЛНР и ДНР, так называемых, это еще очень хорошее название, потому что это больше напоминает такой концлагерь, знаешь, с пыточными и гауляйтерами, которым теперь выучить. Ну да, я с тобой соглашусь. Смотри, у нас кроме России есть еще откуда у нас взять хроники репрессий, арестов. Это Беларусь. В Беларуси несколько новостей на этой неделе. Во-первых, военному атташе Украины они вручили ноту за якобы нарушение воздушной границы Беларуси. Во-вторых, да, там США, Великобритания, Европейский Союз, Канада вели санкции против режима нелегитимного президента Беларуси Лукашенко. И в-третьих, там же появился диспетчер из этого аэропорта Минска, который... Карлос. Нет, не Карлос, реальный диспетчер, который вместе с мигрантами по-моему летом или в начале осени он перешел границу Польши и теперь начал давать показания. И он рассказывал, как происходила посадка самолета Райанера с Протасевичем. Он говорит, что в какой-то момент контроль над вышкой, ну вот этой диспетчерской, взял на себя сотрудник КГБ, но сотрудник КГБ не сам все решал. Он находился на постоянном контакте телефоном с кем-то. Вот тут я не понимаю, кто это был. Это был там, условно говоря, офис Лукашенко или это было ФСБ? Я еще не... Нет пока ответа на этот вопрос. И вот кто-то ему указывал, что он должен говорить пилоту РНР, что он должен говорить истребителям, которые вокруг летали. Вот. Так что у нас по Беларуси три истории. Ну давай начнем с военного атташе, если можно, Украина. Я думаю, что нашим белорусским соседям нужно сказать следующее. Дорогие белорусы и те, которые управляют Беларусью, вот не играйте в эти российские игры, потому что чем больше вы уходите в этот российский дискурс, тем меньше у вас самих суверенитета. Я не знаю, там был вертолет, не вылучение, ну граница в теории, все могло произойти. Самое главное, что надо понимать нашим белорусским соседям, и я надеюсь в будущем и друзьям, и все у нас будет хорошо, у нас нет никаких претензий к нашим соседям территориально, никому, в том числе к Российской Федерации. Мы говорим только о международно признанных границах, поэтому тут нужно всем выдохнуть. Понятно, что ситуация сложная, понятно, что Украина готовится и к мигрантскому кризису, и сам Александр Григорьевич повернул вопрос так, в части Крыма и всего-всего, что мы не можем гимнолировать Украину-белорусскую границу, но все-таки мы исходим из того, что это Украина-белорусская граница, а не Украина-российская граница. поэтому спокуха, то, что военно-этажа вручили ноту, у него такая работа, пусть отправят куда надо, и дадут разъяснения, и еще раз, спокойно, не надо вот тут бить военный барабан, потому что это никому плюсов не принесет, белорусам в том числе. А ты видел, да, фейк, который на прошлой неделе распространяли российские вот эти ИПСОшные телеграм-каналы, и оно даже дошло, по-моему, Захарова его комментировала, показали видео якобы в тепловизор, что якобы на белорусской границе, белорусско-украинской границе, в Чернобыльской зоне, по-моему, мигранты переходили, и вот типа их расстреляли украинские пограничники, взломали в фейсбук страницу какого-то украинского военного, который потом, когда ему позвонил директор Центра стратегических коммуникаций, он чуть не плакал, и говорил, у меня сломали несколько дней мой фейсбук, я ничего не могу с ним сделать, и вот там разместили какое-то непонятное видео, то есть этот человек вообще, он вообще находится в другом месте, вот, ну и быстро выяснилось, что это фейковое видео, то есть специально взломали, опубликовали, хорошо, что Центр страткома быстро нашел этого военного, взял у него комментарий, пограничники очень быстро отреагировали, но фейк дошел до Захаровой, и в какой-то момент они начали еще писать, что это все распространяет Ахметов, то есть они еще начали по линии разлома бить, да, по линии конфликта внутриукраинского, начали пытаться потом на кого-то перебросить это, да, и вот пытались перебросить на Ахметов, хорошая такая, да, попытка, но не сработало. Я думаю, что мы тоже ужас усами, нас, у нас были очень хорошие учителя в части стратегических этих коммуникаций, как этому противостоять, то, что делают россияне, мы тоже так умеем, но мы делать так не будем, потому что нет никакого смысла придумать вот эти вот истории, понимаешь, они же, ну, там, Мария Владимировна что-то комментировала, им для того, чтобы комментировать, они сами создают информационные какие-то которые базируются на чем? На ничем они не базируются и потом рассказывают, что вот украинцы я не понимаю, как можно уже опровергли пограничники этот человек, у которого страницу взломали, уже все это появилось, как можно не понимать, что все, этот фейк не сработал, поднимать его выше наверх до уровня МИДа, официального лица МИДа и продолжать нести такую же пургу? Ну, тут два момента, возможно, Мария Владимировна не знала о том, что их замысел уже был давно раскрыт, эта опция она тоже есть, а с другой стороны, понимаешь, опровержения, они же могут не фиксироваться в российском информационном пространстве, то есть, видишь, наше инфространство, несмотря на то, что мы с тобой говорим по-русски, на русском языке, неплохо для иностранцев, так вот, наши информационные пространства, они не пересекаются, и у них исключительно, вот, только первая часть истории, никто давно не занимается вот этим вещами, чтобы там, как-то, а что же они думают, а так ли это, послушали, и если бы что-то было, как они описывают, с трупами, еще с чем-то, об этом было известно, и так далее, но все, ну, понятно, что это такая, ну, халтурка, у них иногда бывают поярче штуки, которые они делают у нас, это нужно признать, потому что ребята, с которыми столкнулись, они же профессионалы, и это факт, тоже. Да, ну, а вот эти санкции, которые вводят, да, дружно все западные страны, они же на самом деле бросают Лукашенко в объятия Путина все крепче и крепче, такой, анаконной сжимая вокруг. Да, это история, где нет хороших решений уже, ты заметь, если не ошибаюсь, в начале этой недели или прошлой глава МИД Республики Беларусь Владимир Макеев сказал такую штуку, что санкции могут привести к обрушению белорусской государственности. И фактически он повторил твой тезис Западу, что, мол, вы нас сильно так не давите, потому что тогда нас сожрет Путин. И, наверное, этот вопрос надо каким-то образом рассмотреть глубже. Но то, что происходит, то, что происходит, от этой истории с Протасевичем, кстати. Но вот кто выиграл в конечном итоге? Кроме... Россия. Так я сразу говорила, что это российская операция. А мне рассказывали, нет-нет-нет, это Лукашенко сам. И русские оппозиционеры на Эхо Москвы сидят и говорят, какой Лукашенко плохой. Вот заметьте, Лукашенко там можно ругать, да? Так, причем всем ругать. Это правда. Нет, потому что к нему постоянно претензии предъявляются, что он в Крыму до сих пор не был, что они там местами нам электроэнергию продают или продавали или еще там что-то. То есть они недовольны. Они недовольны, что... Они недовольны самим существованием независимой Белоруссии с отдельным президентом. Это проблема, да. Точно так же, как и недовольны существованием Украины. Украинские президенты им даже не нравятся, понимаешь? Не один. Ужас. И забавно, что, казалось бы, Украина и Беларусь настолько мы не похожи друг на друга, ну, в части организации внутренней жизни, а для российской пропаганды они, по сути, в ключевых моментах рассматривают нас в комплекте. Потому что они хотят ни диктатора в Минске, ни демократии в Киеве. И это факт. Ром, я не знаю, хочешь ли ты комментировать внутриукраинские истории, но у нас они тоже есть. Да, мы попробуем. Это, конечно, такие внутриполитические игры. Но ты наверняка видел пресс-конференцию президента Зеленского, потом видел, наверное, все эти выступления у Савика Шустера, и вот эту позицию президента по поводу Рената Леонидовича, слушай, я разбиралась и в энергетическом вопросе по Ренату Леонидовичу, там и в других, и в Сергея Лещенко, так как он выбил повышение тарифов в Укрзалезнице, то он очень активно рассказывал, из-за чего тут Ахметовские на него давили, и почему они недовольны. То есть там понятно все эти, там в энергетике Ренат Леонидович хотел заработать больше, не хотел платить ренту за пользование надрами больше, и не хотел там тарифы вот эти поднимать. Все понятно. Ну и конечно, и президент откровенно говорит, что вот Савик Шустер, который работает у Ренат Леонидовича, или там Наталья Влащенко, я понимаю, за что вы меня мочите, почему вы меня мочите, для чего вы это делаете. Вот я слышал там какие-то разговоры, которые передали СБУ, я так понимаю, разведка, о том, что Ренат Леонидович пытаются привлечь к какому-то там противостоянию мне. Могу дать это послушать Ренат Леонидовичу, если он хочет. Но ты видишь, этот конфликт уже казалось, он немножко стух, то есть там никакого переворота не было 1 декабря. Пуча. Хотя там попытки были какие-то там походили-походили по Майдану, близкие к Порошенко партии, и они сказали, что это будет бессрочный, правда, переворот, но он как-то закончился ровно в 11 вечера, по-моему, или в 10 вечера. И вот есть конкретная, да, линия разлома, там интересы бизнесмена и интересы государства, который уже принял закон про деларерализацию, про ренту, поднял тарифы на перевозку и так далее. Уже казалось бы, ребята, ну пора остановиться как-то, да, ну, знаешь как, пора. Взяли деньгами, еще и в государственную казну, ну, ну что, ну как бы, пора платить налоги, так сказать. А вот не останавливаются. Почему? И как ты думаешь, чем это будет дальше, как это будет дальше развиваться? Я, ты знаешь, на эту ситуацию все-таки посмотрел бы под другим углом, и на команде Рената Леонидовича и Ренату Леонидовичу лично, хотел бы сказать следующее, что понятно, каждый бизнес, особенно такой мощный и крупный, имеет свои интересы, имеет своих лоббистов во власти, ну, так, кстати, везде. Иногда это называется коррупционерами, ну, не суть. Дело в том, что атаковать власть, ну, очевидно, каждый имеет на это право критиковать, там, что зеленая команда где-то там облажалась, наверняка где-то она таки сделала, не без этого. Тут просто я бы напомнил Ренату Леонидовичу, почему он не может посещать Донецк-арену, где играл когда-то Шахтар. Поэтому тут наши вот эти внутренние лоббистки, партийные штуки там, кто больше любит Украину, это все будет продолжаться, это понятно. Но просто дорогие участники процесса не забывайте, что когда приходят российские захватчики, они забирают все у всех. И у моих друзей квартиры в Киеве, и заводы таких уважаемых людей, как Ренат Леонидович, стадионы и так далее, и так далее. Поэтому тут здравый смысл должен восторжествовать. все должны понимать, что платить налоги все равно надо, потому что тогда не будет армии, которая обеспечивает безопасность в свободной части Украины и пускает захватчиков дальше. И, ну, не знаю, может это так странно будет звучать, но как-то думать с точки зрения государства, не только частного бизнеса, потому что армия, еще раз, которую финансируют из-за бюджета, из-за налогов, она защищает всех, в том числе Рената Леонидовича и журналистов, которых ты перечислила. Поэтому только здравый смысл, ну, а власть уже наш гейджи и антимонопольный комитет и правоохранительные органы. То есть пусть занимается этим, но странно, когда много десятилетий государственная компания Укрзалезница датировала частный бизнес, но так тоже не должно быть, потому что в конечном итоге это приводит к тому, что мы, ты и я будем ездить в вонючих, грязных вагонах тридцатилетней давности. А потом все еще будут писать, а почему эти вагоны такие проклятые, такие грязные и такие вонючие. Наверное, потому что у Лещенко была большая зарплата. А я думаю, что не надо переносить, смещать акценты, потому что дело именно в этом. Потому что это многомиллиардный бизнес, и никто же, насколько я понимаю, не ставит Ахметова в такое условие, что они начинают становиться убыточным бизнесом. Может, маржа немножко становится меньше, но, блин, Боженька говорил. На один замок в Франции на южном берегу будет меньше куплен. в конце концов, сколько же нужно тех замков? Тем более, что одна конкретно взятая попа может сидеть только на дно монетазии. Это важное замечание. Мы взрослые, и все это знаем. Поэтому, слушай, я думаю, что в конечном счете будет найден какое-то сбалансированное решение, но которое, понимаешь, мы же все-таки здравый смысл в чем заключается? Что крупный бизнес, олигархи, они же у нас не только олигархи, они же еще и налогоплательщики и работодатели. Поэтому никто не заинтересован, чтобы условно ДТЭК тот же, что-то с ним случилось. Просто не надо играть в этом деле в политику, потому что сейчас у нас паника пропал уголь в стране, не купили уголь, в стране не знали, что будет зима. Ром, на самом деле все там есть с этим углем, я разбиралась в этой истории. Это раздувают панику, это русские, кстати, начали, через, еще история с Газпромом и с ценами на газ в Европе, вот они начали отсюда, потом про уголь начали, а у нас, чтобы ты понимал, вообще-то сейчас большую часть электроэнергии, например, в Украине делают наши атомные станции, которые датируют и уголь, у них цена в три раза дешевле, чем на уголь, и чуть ли не в 10 раз дешевле, чем на зеленую энергию, которая тоже Ренат Леонидовича, ну, там не только Ренат Леонидович, у России или у Беларуси, или еще что-то, я просто точно знаю, что все, вот еще раз, тут в этой стране есть все свое, просто нужно это организовать таким образом, чтобы оно все работало. там история про Беларусь, кстати, что я понимал, это сугубо перетоки, потому что у нас до сих пор мы закольцованы не в Европейский Союз, а мы закольцованы с Россией и Беларусью, и там бывают, когда перетоки, когда то у нас больше мощности, то у них больше мощности, и в этот момент идут перетоки, они, чтобы ты понимал, по месяцу, там, например, самому зимнему, там, декабрю, например, могут быть максимум 2%, и это никакие не миллиарды, это вот, ну, только в связи с тем, что мы до сих пор закольцованы на вот эту вот систему, кстати, очень-очень энергетики атомные, они ждут, когда их закольцуют на европейскую систему, но там, кстати, тоже, чтобы с бурштином связана, бурштиновская ТЭЦ, там, бурштиновский узел, точнее, не ТЭЦ, а узел, вот себя, Ренат Леонидович, закольцевал с Европейским Союзом, а атомную энергетику пока не дает закольцевать. ну, видишь, опять же, сам исторический процесс и вот этот вот штык, который нас с востока постоянно, они нас пытаются гнать в сторону запада, вот эти все процессы, они все ускорятся, в том числе в вопросах энергетики, поэтому, ну, я не знаю, у нас то, то, что ты спросила, вот это вот телевидение партийное, оно иногда просто раздражает, честно говоря, как они делают акценты, потому что это какая-то такая смесь российских подходов и украинских денег, ну, в общем, это не всегда журнализм. Ну, да, хотя, не видишь, сейчас, вот Кира Рудок, это глава одной из частей партии Голос, написала для Атлантик-консул статью, где назвала вот это претензию президента, значит, к Савику Шустеру и к Наташи Влащенко, там, по Наташи Влащенко там центр противодействия коррупции, на самом деле, независимая, вообще, ну, совсем независимая от президента и от президентской власти, такая грантовая организация Виталия Шебудина, они по Влащенко сделали какое-то расследование и сказали, что вот смотрите, она как тогда работала на каналах Медведчука и у нее там были там такие-то, такие-то гости, и такие-то нарративы, а вот сейчас у нее опять Надя Савченко в эфире, ну и там... Антиваксерша, это сумасшедшая наша. Слушай, я Надю Савченко помню еще, когда она только вышла из тюрьмы, я была на вечеринке в Одессе на корабле, и вот я приехала за ней через 15 минут, а она уже, она, кажется, прыгнула с американского эсминца в воду, она вот, это ее была мечта, оказывается, покупаться, идет вечеринка, все в коктейльных платьях, и Надя только в рубашке, и она, кажется, прыгнула с американского эсминца и покупалась. И я после этого так посмотрела, я так посмотрела на военного атташе, который занимался приглашением, я так, а это вы, кто пригласил этого человека? Мне стало понятно уже все тогда, ей нужно было, конечно, после выхода из российской тюрьмы, ну, там пройти очень долго реабилитацию, реабилитацию, а ее сразу бросили в телевидение, да, там, Медведчук ее начал то ли спонсировать, то ли поддерживать, не знаю, вот, ну, и вот мы выйдем, чем закончилось, то есть, человек прыгал прямо на вечеринке с американских эсминцев в воду, и вот теперь она, значит, ходит и там антиваксер, и несет что-то вообще непонятно, на каналах, и вот ее приглашают. Нет, так вот, Тань, так смотри, вот, я просто как раз об этом и говорю, что вот, я не знаю, кто там принимает у них решение, но вот, если это видео нашу беседу Ринату Леонидовичу передадут, вот тут, как бы, вот самое важное, Ринату Леонидовичу, то, что вы делаете сейчас, вот эти вот пророссийские штуки вытянете в Украину, вы же, вы работаете против себя в том числе, и еще раз, чтобы убедиться в этом, попробуйте сейчас провести на Донецкой арене какой-нибудь международный матч. Нет? А почему нет? Да потому что кто-то этим занимался много лет подряд, и рассказывал о том, что у нас там не то русскоязычных ущемляют, вот мы с тобой, вот классический пример ущемленных русскоязычных, вот, то еще что-то, а то один народ, то еще что-то. поэтому вот консенсус государственный в части вопросов безопасности, он должен быть выработан, но он очень прост, Украина была и будет, и играть вот на этом, хотите там конкурировать с властью по поводу цены на электроэнергию, уголь, пожалуйста, ну, разбирайтесь еще раз, это экономические вопросы, но играть войну у себя дома, это странно, это просто странно. он же, понимаешь, мне кажется, он как-то всегда опаздывает про Ренат Леонидовича, я в летом 14-го года, у них была газета, по-моему, называлась Донецкие новости, и они в какой-то момент сказали там, а я была в инфоцентре Ренбо, типа, можете ли вы нам помочь распространять ее там через блокпосты военность и так далее, ну, и в какой-то момент они говорят, а можете нам давать еще какой-то материал, потому что там русские каналы включились, ну, что-то, что объясняет, как, у меня была колонка на «Украинской правде», мы, короче, переводили на русский язык, потому что колонка была на украинский, мы переводили на русский язык для Донецких новостей и отдавали, и вот он там, ну, получается, они печатали эту газету, часть отдавали военным, которые раздавали на блокпостах, часть завозили сами, и, по-моему, на день, перед днем независимости, что-то там военные были заняты, не могли распространить 20 тысяч, и они отдали, там, часть они распространили, 20 тысяч вернули Ренате Леонидовичу, его этим газетчикам, и они раздавали это все в гуманитарной помощи на Донбасс-арене. Ну, и после этого появились заявления на сайте ДНР о том, что Ахметов распространяет гуманитарный, идеологический яд в гуманитарной помощи. Это была моя статья в середине газеты про как работает русская пропаганда на телеканалах. И вот мне кажется, что если Бринак Леонидович это начал делать весной 2014 года, а не ждал, гудел, там, думал, говорит, не надо, не надо делать штурм, как он, останавливал тогда кого-то там, не помню, кто должен был штурмовать этот Донецк, вот если бы он сразу понял на чьей стороне и что на Донбасс-арене потом будут пастись козы, а никто играть не будет, никакие европейские матчи, он бы сейчас, понимаешь, сидел бы не в Киеве, а в Донецке и был бы там уважаемым человеком. А теперь получается, что наш прекрасный олигарх или бизнесмен, он персонально он играет у себя дома. Вот еще раз, это же страшно, когда ты не можешь попасть к себе домой, даже если у тебя есть миллиард или миллиард, хулиард, есть целый хулиард хулиардов, но есть вещи, которые за деньги не покупаются, это вот как раз тот момент, о котором мы говорим. Конечно, дуйте теперь, хотите снова в гудок подуть, поэтому, понимаешь, еще раз, я просто, мы должны это разделить, вопросы информационной безопасности государства и военной безопасности, это отдельно, и на это должны работать все, и граждане, и бизнесмены, и крупный бизнес. А в части экономики, ну, если вы хотите, понимаешь, преференций по баблу, по железной дороге, и начинаете давить на власть через вопросы безопасности, то вы пилите сук, именно сук, на котором вы сейчас сидите, да, потому что бежать дальше уже некуда, в Америку ему тоже вход заказан, но, то есть там... тем более, а россияне, если они первый раз обобрали до нитки, то есть, ограбили всех на оккупированных территориях и в Крыму, там же в Крыму кто потерял активы? Все потеряли активы, там, нашему президенту иногда дорекают, те, кто окажет, по поводу того, что у них там квартира была, тоже преступление, квартира в Украине. Такие уже давно национализировали, о чем ты говорила? Ну, так это, я имею в виду, что вот такие там, ну, бывают и у нас, про пробрасы, там же были активы, заводы, пароходы, всех людей, о которых мы сегодня вспоминали, и я хоть просто удивляюсь, люди, вы что, вы что, совсем тупые, вы что, не понимаете, что с россиянами вы не договоритесь, вот как, я помню одну статью, которая, по-моему, написали со слов Игоря Валерьевича Коломойского, который говорил, что мы возьмем, там, у России 100 миллиардов, мы там с ними, блин, ребята, поверьте, что, если они нас называют нацистами, Зеленского называют неправильным евреем, и там, и всякое, и чего там только нет, они, они не намерены каким-то образом с вами договариваться, и если бы у людей, которые контролируют какие-то сектора экономики, было больше мозгов, то они добровольно бы ввели для себя 10% с оборота, или там, с дохода, для того, чтобы точечно финансировать вооруженные силы, там, покупать танки, ракеты, что там, байрактары, очень модные, ну, тут уже по номенклатуре нужно разбираться со специалистами, но факт еще раз в том, что армия защищает все, в том числе их бизнес. Абсолютно. Меня, кстати, даже некоторые наши западные партнеры говорили, боже, боже, мы тут вложили там в Мариуполь, а тут обострение, Таня, что делать? Я говорю, а вы голосовали за НАТО в Украине? Ну, реально, это же тоже защита вашего бизнеса, да? То есть, в принципе, это нужно понимать и не только нашим олигархам, но и нашим западным партнерам, которым тоже нужно понять, что вот все то, что вы повкладывали, оно все просто уедет куда-то. Ну, кстати, русские же они даже, они просто разбирают эти заводы и увозят, да? Ну, увозят нам, пилит на металлолом. Или пилит на металлолом. Сказать, что это все будет потом работать как-то? Нет, ничего работать не будет. Это вот смешно, когда тут все такие возбудились на тему, что вот Путин включил в российское таможенное пространство оккупированный Донбасс для того, чтобы поддержать предприятия, которые там, я считаю, там уже ни хер, ничего не осталось. Какие предприятия? О чем вы говорите? Ну да, то есть, может, какие-то точечные моменты есть, но, по сути, тот Донбасс, который был включен... Индустриальным главным регионом Украины, его нет. И был включен во все кооперационные цепочки в нашей стране, этого Донбасса уже нет физически. Ни людей нету, ни средств производства. Ну, поздравляю. То есть, он лишний раз зафиксировал позицию, что Россия оккупантная в земле. Но это Донбассу ничего не даст. Ром, спасибо тебе большое. Мы 55 минут в эфире. Напомню, что это были итоги недели с Романом Цымбалюком, журналистом агентства «Униан» в Москве. Рома, огромное тебе спасибо. Очень было интересно. Если вы до сих пор, кстати, не подписались на канал Романа или на мой канал, обязательно это сделайте. Распространяйте ссылки на это видео в соцсетях. Пусть больше людей узнают правду о том, что происходит в Украине и в мире и на оккупированных территориях. Ну и увидимся через неделю. Спасибо, Роман. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова